Всем привет! Сегодня я на берегу лесного озера буду ловить карася на удочки. Посмотрим будет или нет что-то, но когда приехали, карась уже не рестится. Будет в надежде то, что чуть позже карась будет клевать, когда сделает свои дела. Ну посмотрим. Вон карасик ходит. Глубина где-то сантиметров 10. Такой где-то ладошечный. Так, ну может чуть больше. Все, начинаю ловить. Удочка у меня New Hunter. Комары уже начинают жрать вовсю. Вон как гуляет. Да, мерест. Клюет. У меня уже первая поклевка. Ну что-то прижало и все. Вон прям под берегом кто-то клюнул. Там глубина сантиметра 15-20. Ну может это и ротан. А прикольно-то у меня дома. Карп лещ. Нюрсен. Что ты говоришь? Караса много, но карас не рисится. Ну скорее всего перестанет и начнет клевать. Перед недель, да? Да не, имеется в виду сейчас. Он-то утром только не рисится в основном. Вот сейчас время 5 утра. Но я думаю чуть позже начнет. Потому что сейчас он занят другим. Да, тут пацака можно было понабомбить, да? Пацаку можно. Я и говорю. Но такими я не занимаюсь. Надо искать где поглубже, значит, места. Ну если он мереститься начал, то он по барабану. Он весь пошел с глубины, он пошел на прогрев. Вот сюда. Не, имеется в виду на глубоких водоемах. Пример тот же новый. Да, да, потому что здесь он уже знает, где мелко. И он выходит сюда на прогрев. Он на глубоких водоемах, как минимум недели на две позже. Ну да, на две недели. Вот, блин. Это они бьют по этим. Так он утащил. Зацепил. Сожрал. Черевь сожжен. Может так ушел. Может быть, напропустил. Схватил вместе с удочкой крапиву. Жжет пипец. Ну, где прикармливал, по крайней мере, место. Решили раньше завершить рыбалку, так как необходимо было двигать больницу. По пути обратно не удержались и пошли в лес на разведку к заболоченному озеру. Хоть заранее знали, что это почти невозможно. Но увидев возвышенность с небольшим камышом воды и сосенками, посчитали, что нет ничего невозможного. Я уговорил своего напарника Виталию попробовать пробраться к этому заветному озеру, заранее вооружившись длинными шестами. А вот тропа какая-то. Или звери. Или не знаю. Нет, а? Болотце небольшое. Да, вот, идет он. Это тропа вроде, да? О! Медянка. А, это желтопузик. Да, это желтопузик обычный. Первый раз вывижу. Красавица. Не буду мешать. Ящерица эта. Хоть и без ног. Перепрыгну, думаешь? И переправа. Необычно по болоту ходить. Стоит дольше идти? По-моему, можно дойти. Ходишь, и все прогибается под тобой. А тут уже нормально, кстати. Какие? Ну, уже не носок проваливаешься. Не. Все странное держит так, да? Не, это самое. Не тогда. Не расслабляйся. Не расслабляйся. Интересно. Вон, видел. Смотри, стырь. Не, я понял, смотри. Там нет дна. Щука. Это утка взлетелась. А, утка? Я не слышу. Попробуй здесь дна нет. Не, не здесь. И где дно? Нет дна. Выше головы. Поступись, попробуй, да? Угу. Сразу уйдешь с головой. Ну да, вот поэтому свободно. Как я говорю, можно по этой стороне. Видишь, там сразу видно, там топка. А вот тут камыши тут уже получше. По логике вещей как. Ну, все равно, вот так со спиннингом весь через... Ну, сложно, да, тяжело, но можно. Не зацепляйся. Вот бобриная пата. Ага. Ладно, пошли. Ну, я думал, тоже будет. Пойдем, а то времени немного осталось. Хоть ничего и не поймал, зато очень хорошо отдохнул после рабочей недели. И заодно интересную разведку провел на будущую рыбалку. Всем пока. И не болейте. Вот такой попался.